Какие еще основные принципы? Ну, нужно стараться так, чтобы снимать, чтобы наносить минимальный вред окружающей среде. Вот тут вот мне в свое время говорили, когда погружались в заповедники Рас Мохаммед, говорит, если один человек оставит отпечатком пальца, говорит, один сантиметр, пройдет еще сто человек, уже сто квадратных сантиметров встанут мертвые зоны. И представляете, здесь проходят тысячи. То есть мы фактически будем наносить вред окружающей среде. Поэтому для подводного фотографа, наверное, очень важным элементом является мастерское владение дайверским снаряжением. То есть вы должны пытаться зафиксироваться в неком подвешенном состоянии так, чтобы по возможности не наносить вред окружающей среде. Очень обидно смотреть на людей, которые плавают ластами круша по своему ходу, кораллы, после них остается фактически пустыня. Да, некоторые биологи утверждают, что кораллы таким способом размножаются. Но что-то я, так сказать, не испытываю удовлетворения, когда я вижу такой стиль плавания. Ну и, скажем так, любимые какие еще темы существуют? В макро достаточно много народу фотографирует голожаберных моллюсков, всякие элементы кораллов. Вы можете ловить ритм под водой, можете подпускать специально пузырьки в кадр из своего легочного автомата. Но самый приятный способ, когда вы занимаетесь фотографией не в одиночку, а с ассистентом. Роль ассистента и тире модели в данном случае очень велика. Модель не только помогает фотографу находить какой-то объект, что очень важно. Модель обеспечивает и безопасность фотографа, потому что фотограф человек увлекающийся. Он может увлечься за съемкой какого-то объекта и немножко подзабыть об осторожности. Это тоже недопустимо. Ну и, скажем так, в заключение, я считаю, что наиболее правильный способ, это перед покупкой некой, скажем так, фотосистемы, фотокомплекса, который вы хотите приспособить для подводной съемки, лучше посоветоваться с опытными товарищами, подводными фотографами, чтобы не сделать, ну так сказать, каких-то ложных шагов, которые приведут потом к потерям денег и времени. Потому что выбор ваш должен быть достаточно осознанным и рациональным. И совершенно ясно, что если вы покупаете цифровую компактную камеру, то лучше всего вам обратить внимание на такую, которая имеет широкий угол поля зрения объектива, к примеру, эквивалентный 28 миллиметрам, которая является не просто мыльницей, а, скажем так, камерой промежуточного класса, у которой, может быть, уже наверху на горячем башмаке имеются синхроконтакты. Так что вы в будущем сможете подключить к ней внешнюю вспышку. То есть нужно смотреть вперед. Если вы будете как-то одномоментно такой выбор делать, вы потом можете, так сказать, с этой камерой, ну, так сказать, не достичь никаких хороших перспектив. Ну и сейчас система такова, что постепенно появляется для подводных фотографов масса всяких хороших вариантов, но это прогресс такой, который приводит и к отрицательным последствиям. Очень трудно иногда сделать выбор между камерой и какой бокс для нее приобрести. Значит, советуйтесь со старшими товарищами, которые занимаются, пытайтесь устроиться на курсы подводной фотографии, пытайтесь устроиться на такие, скажем так, тренировки, где вы можете отшлифовать элементы плавучести, ну и будьте готовы к тому, что, скажем так, самое главное вам не только попасть на Красное море где-то или куда-то на Мальдиве, а нужно уметь видеть кадр. Вот я, например, для шлифовки такого вот макросъемки очень часто просто в лесу или где-то у себя на даче занимаюсь фотографией цветочков. Уверяю вас, вот такая вот тренировка, она чрезвычайно развивает, по крайней мере, взгляд в области макрофотографии. Теперь я хочу сказать немного о сложных видах съемки. Сложными видами съемки я считаю ночную съемку, съемку в пещерах, съемку в затонувших кораблях. Значит, для ночной съемки вам, скорее всего, понадобится фонарик. И лучше, если два. Значит, одним фонариком вы будете высвечивать некую большую площадь, а второй фонарик, скорее всего, вам понадобится для того, чтобы обеспечить нормальную работу автофокусов камеры. Мало того, наличие второго фонарика обеспечит вам большую безопасность при плавании. Вот. Такие же принципы действуют и при съемке в пещерах. Но ввиду того, что в пещерах, скажем так, бывает часто ограничено пространство, а вы хотите передать большее пространство, тут вам неизбежно понадобится широкоугольная оптика. И для компактных камер это решается несколькими способами. Один из них самый популярный и самый простой – каким-то образом приспособить для нее стандартную широкоугольную гидронасадку. Приставка такой насадки прямо в воде обеспечит вам элементарную, как говорится, возможность перехода от узкого угла к широкому углу. Вы всегда готовы к такой съемке, к любой. Не всякая, скажем так, зеркальная профессиональная камера даст вам такие возможности, как вот такие простые компактные камеры. Но совершенно надо четко понимать, что наивысшее качество съемки, ну скажем так, достигается в большинстве случаев серьезными камерами, которыми работают или профессионалы, или полупрофессионалы. Ну, за все хорошее надо платить. Но есть один спасительный тут принцип. Все-таки важнее не что снято, а как снято. И под словом, как снято, я подождаю не только количество пикселей, которые передала ваша камера на матрице и, в конце концов, на компьютер, а именно вот какой вот образ вы сумели передать фотографии. И, видимо, важнейшим моментом, все-таки я считаю, наличие мысли фотографии. И вот если в тот момент, когда вы нажимаете на кнопку, вы как-то об объекте думаете, размышляете, как-то строите кадр, тогда, может быть, люди другие, которые посмотрят вашу фотографию, заметят вашу мысль и, может быть, оценят вашу фотографию. Не всегда, но, может быть, это получается. И у меня, так сказать, в этом смысле есть такая крамольная мысль. Я многим начинающим подводным фотографам советую отказаться от многогигабайтных карточек флэш-памяти, а использовать карточку, к примеру, на 256 мегабайт. И попробуйте за погружение сделать 30, 40, 50 кадров, не более. И тогда вы поймете, как важно думать над тем снимком, который вы получаете. Вот успехов в этой области.